Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео я к вам возвращаюсь в свои розовые шубки. А если вернулась розовая шубка, что это значит? Что видео либо про новогодние наборы, либо про что-то очень модное. И давайте сразу с вами поиграем в игру, потому что сегодняшнее видео будет про антитренды. Игра заключается вот в чем. Я вам дам начало фразы, а вы сможете продолжить ее в комментариях. И, конечно, приветствуются комментарии остроумные. Снимать видео про антитренды в таком наряде. И дальше вы можете продолжить. И давайте поговорим про то, что же уже вышло из моды в 2019-м, что мы так сильно, так сильно, так искренне любили в 2018-м году. Вы знаете, я вообще поражаюсь модным журналом. Одни из них пишут, пастельные волосы, это уже так не модно. О боже, если мы увидим пастельные волосы, мы сразу, сразу покажем на вас пальцем и скажем, не модный, не модный, не модный. А другие журналы, наоборот, пишут больше пастельных оттенков. Давайте оранжевый пастельный оттенок на волосах и вот всякое подобное. Сегодня мы с вами сделаем краткую выжимку из того интересного и не очень, что понаписали всякие модные журналы. Итак, первый антитренд 2019-го года, про который нам нужно забыть. И если вы его где-то увидите, лучше просто закрыть глаза вот так вот и пройти мимо. И никому не рассказывать, что вы снова его видели. Это голография, ну, либо переливы. В общем, все то, что нам активно продавали в течение последних, наверное, двух лет, это вот эти вот все средства с пометкой голографический. Как некоторые люксовые компании очень старались, так и всякие бюджетные компании. Эссенс и Катрис очень старались, нам все время писали везде голографик, голографик. Ну и, соответственно, очень много было вопросов. Там даже, знаете, очень крупные американские блогеры уже разъярились и говорят, это не голография, это переливы, а вот это голография. Но, в общем, это совершенно уже не важно, потому что и голография, и переливы вот так вот просто летят уже в помоечные ведра по всему миру. И это совсем-совсем-совсем-совсем не модно в 2019 году. Следующий тренд, конечно, нужно провожать с болью, и это единороги. Он уже, знаете, так напрямую вообще-то относится к голографии, потому что единороги, голографии и еще русалки, это все одна и та же категория. Ну, в общем, единороги и вот эти вот все ссоры между, например, брендом Too Faced и некоторыми другими брендами, когда Too Faced начали утверждать, что единорогов придумали вообще, они изобрели единорогов. А это уже все в прошлом, потому что эти прекрасные животные теперь возвращаются в детские сказки, и отныне среди косметики, по крайней мере популярной и новой, их не встретишь. Для тех, кто все еще в восторге от единорогов, не забудьте запастись всякими распродажными средствами косметическими, и тогда вы сможете на них любоваться еще долго-долго. А вот следующий антитренд, точнее его становление антитрендом, я вот прям активно-активно приветствую, это глиттерные маски ухаживающие. То есть мы с вами недавно тестировали вот эту вот глиттерную маску от Миксита, которая наделала очень много шума в Инстаграме, также она наделала много шума в комментариях под тем видео, потому что, во-первых, она не работает, во-вторых, вот эта вот вся тема с тем, что ты просто наносишь на лицо какую-то клейкую массу, в которой масса-масса блесток, блестки-блестки, вот такие вот куски вот этой фольги, и в результате ты просто делаешь селфи, как тебе везде пишут на упаковках, это опять же все уже такой большой-большой антитренд. И на самом деле таких масок много у разных брендов, есть у Glam Glow, мы тоже с вами ее тестировали, вот у Миксита, у других всяких брендов, их просто полно, но теперь это уже не так уж и модно, и уже делать селфи с такими масками в Инстаграме, фу-фу-фу, это, знаете, похоже что-то на криминал. Следующий антитренд это средства, которые меняют свой цвет, попадая к вам на кожу, то есть это обычно те средства, которые реагируют на кислотно-щелочной баланс вашей кожи, ну и в общем проявляют свой цвет особенным образом. На самом деле, как правило, они все-таки имеют какой-то базовый оттенок, который на вас проявится, и вспомните, сколько было вот этих вот китайских, корейских помад, таких бальзамчиков с цветочками внутри, сколько было подобных средств у разных брендов, вот, кстати говоря, Dior вообще-то снова выпустил такие бальзамы для губ, которые проявляют цвет в этой весенней коллекции. Я даже не знаю, что и думать, вроде как антитренд, а вроде как Dior, или Dior просто не поспевает за своими смекалистыми китайскими коллегами, которые давным-давно продают подобное на Алиэкспресс. Еще один кошмарный, кошмарный, реально кошмарный тренд, который остался в 2018-м, это макияж с сестрами Кардашьян в главной роли. Если вы помните, то в 2018-м году весь мир, весь инстаграмный мир просто поразил такой тренд, такое даже там было, по-моему, видео или фото, когда в одном салоне по уходу за ногтями, в общем, в одном маникюрном салоне, сделали дизайн ногтей, изображающий маленький палец Кайли Дженнер, за который держится ее наврожденная дочка Сторми. И это получало название Сторми Нейлс. Это выглядело реально просто ужасно, просто, как говорится, крипово. И также в этом салоне делали разные дизайны маникюра с сестрами Кардашьяна в главной роли. Это действительно выглядело супер странно, и вот в этом году это наконец-то уходит, потому что, знаете, в 2018-м многие хотели это повторить. Пожалуйста, не повторяйте это в 2019-м, как и другие подобные разные дизайны. В начале этого видео мы упомянули пастельные волосы, и на самом деле некоторые, опять же, журналы и сайты объявили, что это такой уж антитренд, некоторые, наоборот, сказали, что вообще-то Pantone объявил цветом года цвет Living Coral, то есть такой оранжевый, живенький такой коралловый, и поэтому вот этот пастельный оттенок на волосах, вот это вот самое то, вот это самый модный, поэтому голубые, серые, какие-нибудь там зеленые это типа уже нет, а вот оранжевый, вот это да. Еще один антитренд, который я на самом деле не то чтобы замечала прям в трендах в прошлом году, но говорят, что это был большой тренд, это желтые румяна, которые были на некоторых показах. Честно говоря, я не видела его на улицах или в инстаграме вот так прям сильно-сильно, но, по крайней мере, теперь я знаю, что если мне захочется накрасться желтыми румянами, то это будет уже очень и очень немодно. Следующий антитренд, это эффект королевской семьи, либо эффект Меган Маркла. Я думаю, что все смотрели на королевскую свадьбу в 2018 году, там вообще много свадеб было у королевской семьи Великобритании в прошедшем году, и, соответственно, очень многие хотели повторять за Меган Маркл, разные ее прически, рисовали фальшивые веснушки, красили там лицо, как она, красили губы, и, конечно, одевались, в том числе, как она. И вообще, помните, когда Кейт Миддлтон выходила замуж, первые несколько лет был такой эффект Кейт Миддлтона, он до сих пор продолжается, и также есть эффект Меган Маркл, то есть, когда эти девушки надевают какое-то, например, платье или сумка, в общем, любой наряд, и все, что на них, сразу становится просто безумным трендом, и покупатели, обезумевшие, просто скупают это в магазинах, вот просто в несколько минут. В этом году уже вроде как не надо так волноваться, если вы увидели какой-то интересный макияж у Меган Маркл, там, не знаю, какую-то новую особенную помаду, но, честно говоря, мне кажется, что это все неправда, и все равно мы все будем следить за Меган Маркл, потому что в этом году она станет мамой, и, соответственно, тоже очень многие захотят узнать, что она носит, как она красится, как она выглядит, в общем, это событие так или иначе снова будет приковывать к ней большое внимание, и все равно мы будем что-то, что-то доповторять за ней. Следующие два антитренда мне совершенно не жалко, потому что один из них, мне кажется, так никогда и не становился большим трендом, по крайней мере, где-то за пределами Инстаграма, это брови с разными эффектами. Помните вот эти вот, вот такие вот брови, брови как рыбий хвостик, или там брови, которые изображали собой нимб на лбу, в общем, странные такие вещи, которые выделывали с бровями в Инстаграме, они вроде как уже не в моде. Но, опять же, у меня такое подозрение, что не все об этом знают, и все равно все это мы будем видеть так или иначе. Следующий тренд это стразы, которые изображают слезы. Я думаю, что, опять же, многие помнят, даже это получило название макияж плачущего единорога, слезы единорога, да, это называлось, когда вы рисуете себе вот такие вот искусственные слезки при помощи либо хайлайтера, либо большого количества блесток, либо стразами. И вот теперь вот такие плачущие глазки, они уже не в моде. Ну и самый последний антитренд, который тоже, знаете, такой спорный, потому что вот какой год, какой год уже объявляют его антитрендом, а никак он не уйдет. Это тотальный матовый. Мы уже говорили с вами в прошлом году, что матовые помады уходят, а они все еще здесь, что там матовые тени уходят, все выпускают матовые тени, матовые тональные основы и матовые всякие там средства для укладки волос, чтобы ваши волосы не выглядели блестящими. И, соответственно, вот этот вот тотальный матовый, он вроде как уже в прошлом, но я думаю, что на самом деле все равно будем мы так и краситься, и будут выпускать эту косметику, и, в общем, ВОЗ и ныне там будет. В любом случае, то, что объявляют трендами, либо антитрендами, какие-то модные журналы, то, что появляется на показах, на самом деле это просто, как, знаете, скорее как развлечение, да, взять себя на заметку, да, услышать об этом, ну, Меган Маркл, ну, красивая девушка, а что хорошее платье у нее, можно надеть что-то подобное, если вам реально это нравится, и так далее. И, конечно, нужно всегда выбирать то, что нравится и то, что подходит лично вам. Поэтому такие ролики на моем канале носят прежде всего развлекательный характер. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным, конечно же, и желаю вам, чтобы в сегодняшнем дне у вас была какая-то хорошая новость. Вот вы ее услышите и очень-очень сильно порадуетесь, и она будет для вас действительно важной и очень положительной. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч на моем канале. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова